Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение партии Закрафаген в Сидмейерс Цивилизейшн 5. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала, а не с середины. Также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу, а для подписчиков они выходят раз в сутки. Ну и параллельно я выкладываю в ФФА сериал в 6-й Циве за Финикию, то есть это одни и те же цивилизации в принципе. В 5-й Карфаген, в 6-й Финикия и интересно сравнить, как меняется игровой стиль и как меняются способности цивилизации от серии к серии. Так что посмотрите и его. Так что приятного продолжения просмотра. Так, и надо не забывать, что в пятерке никакого... О, еще один захвачен. Здорово. Так, здесь мы вот так встанем. Или нет? Сейчас еще лучник вернется, меня обстреливать будет. Так, драгоценности на продажу надо кому? Мне, если чуть-чуть подождешь... Саму если найдешь... Сейчас я вернусь, пожалуй, сюда. Надо с этим лагерем как-то разбираться. Вино нужно, да? Ну, драгоценности. Да. Сейчас мне несколько ходов. Здесь постоим. Или в город встать? Ладно, в город. Я забываю, что тут... Так, надо найти, где вот эти... Где лагерь этих воров. Вот он, блин. Я тут как-то опасно своими... А Хельсинки это третий город, да, Швед? Да. Так, тут покалечимся. Здесь... Что нам обрабатывать? Еды нету. Так, ну тут шелка я сейчас сделаю. А, блин, я пошел этим рабочим. Я обработал драгоценности. Так, мы, пожалуй, что свалим отсюда. Куда вы такой армией бежите? Тут не армия. А кто это? Это так разведотряд. Так, давайте-ка мы тут попробуем. Дуболома, учника, ту за учником. Блин, еще и тут варвар. Надо отходить, он захватит. Вы не так далеко от меня живешь. Я забыл, какие тут варвары дебильные в пятерке, конечно. Постоем. Постоем. Куда не пойдешь, везде в кого-нибудь уткнешься. А, вот у меня город прям на железе стоит. Шесть железа, у меня восемь железа, понятно. Теперь все я... Блин, два лучника. Ну что ты будешь делать? Что это за говно? Что это за говно? Говно. Швет, давай с кого-то. Так, камень. Ну что, они убьют этого парня? Так, пока полечимся. Стоим, пускай обстреливают. Сланы на обмен. На такому. Кинул обмен. А у тебя еще вина будет? Да, да. Надо подождать. Так, у кого там что вообще? Тут мне нужна медь от корейца. Я спою этот мир. Кореец, а у тебя будет медь на обмен? Кореец? Пока нет, попозже. Так, ну здесь не будут появляться. Блин, надо туда плыть. Сюда, на всякий случай. То есть здесь, видите, лагерь не на море. Так, поехали. Так, и вот сюда встанем и разрушим лагерь, я думаю. Охоту открыли. Ну блин, надо отступать. Ну еще я ларенции защиту не пообещал. Дальше что? Пойдем, наверное, в философию. Так, философия. Потом мне надо будет хорсбэкрайдинг. В первую очередь даже не из-за уникального юнита, а для конюшен. У меня в обоих городах неплохо конюшни. Ну тут, правда, два всего ресурса, но в столице вообще очень неплохо зайдет. Так, захватываем лагерь. Нет, забираем себе. Так, мы сразу дружба к Изил, Брюсселе, Катманду. Это вообще зашибись. Так, этот против морских юнитов прокачаем. И вернемся сюда, полечимся. Здесь продолжаем вырубку. Здесь ставим в очередь. Может, Стоунхендж построить? Эфиопия далеко? Может, залей. Что это попрошу? Скорее. Да, давайте Стоунхендж. Не так, чтобы это... Рядом с Вилоном? Я рядом со Швецией. Значит, рядом с Вилоном. Не это хорошо. Поплыли дальше, смотри, что-то. Не расслаблялся, будет. Сразу три города друга стало так. Я думаю, что можно все-таки побежать здесь, исследовать там Корею какую-нибудь. Теперь надо варваров нормально контролировать. Контролить, я бы даже сказал. И будет все хорошо. Так, эту отправляем из Утики. Что у нас по демографии? Первый по производству. Шестой по еде. Но это решаемо. И шестой по населению. Это вот плоховато пока, конечно. Так. Давайте обстреливать. Надеюсь, он меня не убьет. У меня будет. Мы позвоним, что будет в трех топок. Он может подойти и убить, конечно. У меня будет попозже. Ну, это попозже от ходов 15. Так, тут никакого проплыла нету. Проверим на всякий случай. Карфаген. Ну, вот в Карфагене, в Геликарнатской Мавзолее, в принципе, можно... О! Так, может здесь вместо библиотеки великую библиотеку построить? А? Почему нет? Только вопрос, что мы возьмем. Мне бы... Да, наверное, этого колосса возьмем. Там весь народ плотничком. А я тут как на отшибе. Могу себе позволить. Немножко в чудеса поиграть. Да, вот здесь... Вот здесь сейчас появятся варвары, это будет зашибись просто. Угу. Ну, здесь нормально. Пойдем отсюда. Так, давайте-ка мы... Вот так сделаем. Все. Вот этот... Ну, потом надо сюда прийти. На самом деле, это надо плыть, исследовать все. Стану лечиться. Здесь надо это обрабатывать овцу. Лошади обработаны. Что у нас тут с производством? Шесть ходов. Великая библиотека. Караванчики бегают. Тут у нас что? Нормально у нас тут все. Интересно, у вас города стоят сектуна и акад. Ну, это сектуна решила. Интересно встать. Так, в Карфаген. Ты тоже на рационального зерна не видишь в этом городе? Вот. Отправлены везде караваны. Идет рост. Идет производство. Ну, я могу сказать, что швед будет Петру сейчас это делать. Достаточно вероятно. Отчуете. 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 Отчуете государство попросят с этим лагерем разобраться. Тоже можно будет. Офелл, ты только ходил уже. Я не хочу, чтобы пошел вправо. Но я хочу посмотреть. Но я против. Тебе между обкадом и сектуме посмотрел. Великая библиотека. Стоунхендж как раз. Я пошел по уговорю. Так я и есть. Ну, вот шкаут твой, который около моего города 3-го стоит. Так я там все знаю. Ну, именно поэтому. Именно поэтому. Ты можешь уходить налево прямо сейчас? Обменяемся посольствами. Окей, значит, мы договорились. Там, видите, просто готовится армия уже. Ну, блин, хорошо. Хорошо, у Кореи места. Ну, вообще, у Кореи всегда хорошие места. Прямо скажем. То есть, какая мы здесь Петра, а мне с армией надо делать? Не знаю, как насчет Вавилона, но... Мне кажется, Алексей армию готовит. Ну, это есть такой момент. Ну, хотя там разница. По рукой. Я армию готовлю. Алексей, по крайней мере, далеко от меня. Пускай готовит. Я бы тоже был далеко, если ты сектун не поставил. Уходи. Утеметь. Ну, еще и поставил. Так, я еще и союзником стал. Кызила и господин колонн. А, сейчас. Секунда. Антверпен, а где Антверпен вообще? Прям нельзя посмотреть. Ну, это ж туристы. Ага. Понял. Блядь, я отошел. Ну, ты начал вот это вот. Нельзя посмотреть. Это же туристы. Ну, надо ж выебнуться. Не ругайся. Извиняюсь. Не воспитанный тверист. Эфиоп, кореец, подтягивайтесь, короче. Сюда. А куда подтягиваться-то? У меня, вон, у меня... Демки там. Только наука. Блин, что сюда надо? Я забываю, что я не могу, что я могу спокойно на лес остановиться. Ковся демка, кстати, я двоих не знаю. Ну, у корейцев и у Леши. Ну, у кофегена. Так, а где у нас вырубка, это... Не вырубка, точнее, а лесопилки, где? Ну, что корейцев, так говорится, ничего нет, по демке. У корейцев кушание. Ребята, я что-то вообще забыл, а где у нас лесопилки, в каких техах? В медких лошниках. А, точно. Металлоиндустрия, внизу. Первая античность. Да, да, нашел. Констракшн. Только тут постоим. Потому что надо было подождать, когда Флоренция попросит этот лагерь убить. Никому соль не нужна. Я взял. Говорит швед. Говорит, я... Ну, не сам с такой швед, но соль не знаю. Так все, можно отсюда вплывать, пойти исследовать территорию. Могу шелк поменять. Я, согласно... Я пришел. Я бы сахар у кого-нибудь взял. Сахар я не вижу. Эфиоп, тебе что-то из моих ресурсов нужно? Посмотри, пожалуйста. Ну, сейчас... Это кто сейчас говорит? Вавилон? Да, да, да. После таких мух мне ничего не нужно. Сям, слушай, а ты как вообще где-то сверху, снизу? Я тут плыву. Я сверху от Эфиопа, слева от Вавилона. Нет, я имею в виду, ты где-то недалеко где-нибудь от моря, потому что я плыву своей этой квадриремой. У меня на восточном побережье. Ну, я вижу, если что. На восточном побережье, понял. Я могу и на западное подвести, что в среднем. Не-не, я плыву сверху, я типа на север, по северному побережью сейчас отплываю, видимо доплыву до восточного. Господа, можно ли перевод получить? Того, что написал. А что ты написал? Я не вижу. Ну, я тоже не вижу, я поэтому хотел бы узнать. Вот Вавилон, кстати. Так, ну что, возьмем еще. Или... Давайте на чудеса возьмем. Давайте на чудеса возьмем. Аллоу, что-нибудь скажите. Подождите. Ну... Вся правильность. Вашу схему, то Эфиопы и Швед. В этом декорации дружу 52-го. Суть 52-го. То он, конечно, как раз сейчас союзничком станет. Так, я встану вот здесь. Засвечивать. Посмотри, предложу, предложу. Блин, ну я бы на... Надо думать, где третий город ставить. Либо здесь на камень, либо все. Довольно много ресурсов. Я думаю, что даже можно и четыре города будет поставить. В принципе-то... А зачем декларация дружбы? Что она тут дает? Передачь золота. А? Передачь золота. Ааа... Я не хочу золоту никому давать. Нет, я... Я морально пугаю его нянина. Что я всем друг. Развлекается, короче, Швед. Не, на самом деле, Швед, можем с тобой мир подписать. Я только за... Я за мир. Я воевать не собираюсь, как бы, но... Так, я вот сейчас беру здесь... Тогда давай подпишем. Библиотекой... Колосс и начинаю в столице Колосс строить. А... В... Вутике... Что они там вообще хотят еще? Ну, чё скажешь? Столн Фенш, Великая Библиотека. Вообще, я шестой в лобби, честно говоря. Лучненько в подведу. Не, смотри, ты кинь... Каким уже там типлюсик осталось тут поставить? Я думаю просто, что может мне нацколледж в Утике строить, раз она рядом с горой. В этом. А не в Карфагене. Нет, жалко. Так, здесь постоим. Здесь в Карфаген, чтобы деньги не тратились. Здесь стоим. Пойдем, наверное, к столице, блин. А когда следующие вообще шесть ходов? Долго! Так, Лёша все-таки на море? Если он трем построил? Конечно, он на море, я ж тебе сказал. 40 кодов назад. А как трем у него появилось? Нашел. Военный город передал. Спасибо. Алексей, Алексей, ты построил ядерную бомбу? Нет, военный город передал. Да. Так и будет. А откуда столько икс комов у меня под городом? Да что-то ГГшка надавала, некуда девать. Так. Так. А у него 42 корма. Кто такой дикий? Это я тоже ГГшкам давала. Ну понял, понял. Ох уж эти ГГшки. Ну а что, слоны работают. Давайте здесь колосс, а здесь оракул. Колосс просто устроить, я по-моему, поторопиться можно. Да уже можно не торопиться, я даже так сказал. Ну да, там предотечка. Ну да, там предотечка. Так, пошли исследовать территорию. А кто сахар предлагал? Я спрашивал про сахар, а не предлагал, я наоборот его купил бы. У кого-то ты ухал. так тут мы стоим чисто чтобы засветовать засвечивать территорию есть ферма здесь отплываем все что делать здесь по идее вот тут может только они не может тут вообще нигде не может лагерь появится здесь засвечивает козел на ресурсе лагерь не появляется поэтому путем я хочу ты первый по армии а чем люди занимаются там первые по армии первые вот мне только мое население не нравится конечно это единственное что мы еда соответственно вот это меня волнует связали города по что бесплатные harbour и а что я уже открыл что ли они уже появились считается понял я уже забыл как это работает честно говоря кстати а что насчет чудес на карте кто-нибудь ну кроме кратера бэринджера озеро виктория лиманджаро под панамы озеро виктории килиманджаро светом подвезло чудес кому-то нет тема чья состоят очень так давайте дальше концерна лишь на скрывать виктория захватил инженерное дело был он так козел дружочек пирожок на что вело на все чудеса при меня для великого инженера поддержать флоренцию юнитами еще академия него до господи я не знаю очень умеряю поход надо 4 просто города ставить здесь и здесь просто поставить города и успокоиться как говорится здесь правда не так много клеток для развития будет какие там тит и производства да где производства вот она иначе сюда пошел тут надо и по я ищу первый по по юнитам и при этом чудеса строю эфи сам далеко ты от эфи налево наверх следующий ход покажу лишь может мавзолей гили карнатский а потом уже нац колледж и хочется все чудеса построить не зря я взял эти ночью золотой век тому же и в аристократию взял здесь что не воспользоваться возможностями предоставленными соперниками ей колосс так ну в города пока некуда отправлять я отправлю нас если свои поэтому на деньги флоренция 11 по флоренцию прямо скажем приятненько пока за карфаген играть ничего вкусного нету я даже кого-то обогнал еще опио обогнал по религии это круто ну он по годы возьмет конечно ислам до погоды так здесь в очередь конюшню стаун воркс потом потом храм оракул был конечно здорово получить я думаю что его точно кто-то строит есть здорово сиам и еще и трюфеля которую меня амстердам просил вообще зашибись удачно так я лагерь трогать не буду а вы решили чей лагерь уже нет который ну вот эфиоп и кореец вдвоем долбит я бы даже заплатил снега андр давайте заберу тогда раз вы платите не но я имею ввиду что я его так оплатить ты что будешь по части уничтожение я уже думаю о том зайти чтоб фермы рядом стояли эти треугольнички были вот это вот все это тут сейчас неважно пока у меня начинает развиваться фобби того что лёш сейчас приплывет и просто и будет бить меня а у меня уже плывет флот кстати да фрегаты врать не буду ни фрегаты но квадриремы да блин я же средневековье еще не вышел что-то я очень быстро все принимаю один момент о килиманджаро это я удачно подвинулся нет пребывая в неизвестности и страдать грызи ногти откуда он может приплыть справа слева сверху может быть снизу притащит эти корабли по земле откуда откуда-то снизу вот ходят слухи что данные молодые люди умеющие плавать живут где-то там так а у тебя что хочет золото кому нужны винишко корей за что тебе надо за золото один в один поменять ну посмотри может какой-то ресурс он для городов нужен сахар или цитус не нету так здесь вот вавилон со швецией имеют конфликт да он тебе копея дай мне в лагерь вот эта дипломатия я вас опазала дал гостя таком но как бы под моим городом так тут лучник стоит тут лучник стоит геликорнатский музолей достраиваем больше никаких чудес не открыли ну таракотовую не хочу да нормально нормально что-то внезапно ломанули так ну и можно наверное двух два города еще поставить такие чудес ломанули религию ломанули города государства присоединили а эти там между собой что-то у них терки всякие предложение конечно геликорнат построен то есть каждой каждый великий человек час будет место денег давать уже корея но у кореи места хорошие реально вот я вижу эти холмы забрал в итоге кореец мы пока не очень-то и хотелось так достраиваем здесь ферму карфаген растет вот утика не так быстро растет как хотелось бы так давайте может тут проверим это правильно стоит правильно стоит правильно стоит три хода нет надо а если так два хода так оставим в карфагене да не 17 счастья мне конечно до города ставить вообще давайте тут строить посела а нацколледж достроим пока посел будет к месту своего своей дислокации и все так и 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 с буду ставить тут дальше пока не проплыть блин шо ж мне брать с оракула то я чё-то средневековье как-то культуры дофига может в набожность тогда пойти внезапно и объединить набожность и патронаж я бы взял на должность пожалуй взял бы набожность речи алексей уже второй раз на один ход отходишь это при том что я 6 в лобби быстрее на один ход построить так сеттлера боже я уже тут все обработал но я тут все таки на камень буду ставить хреново тут с обработкой конечно будет клеток я спрашиваю зачем я вот прожимаю рабочих дело в том что в 5 циве из-за одновременных ходов если варвар подойдет к рабочим близко то они прекратят свой ход и получится что они не ну то есть они потеряют ход из-за этого ходи ну тут лесов кстати уши да так прилично один вот блин может не буду покупать не жалко деньги тратить на самом деле то есть тут не так нужно сильно обрабатывать клетки чтобы на них имело смысл тратить деньги варварские эти корея союзник антверпа на что города государства эти грешки хотят дать юниты получить великого торговца какой лагеря о пойдемте займемся лагерем почему нет собственно давайте так я даже апну в метка лука чтобы проще было это вот с этого лагеря набилась переремка так ну что на железо и нацку лишь достраиваем а вы ничего здесь там строится большая армия которая пойдет но как раз ту клетку которая хочу добавилась сама не верю что карфаген корея карфаген корея что карфаген корея ему сложновато будет карфаген на меня пока что ну да я думаю что это у нас сначала долгой дружбы между мной и кореи да давай мир подпишем это вавилон говорит да хитро да а ты планируешь на шведа нападать нет я могу даже пообещать что на него не нападу вперед этого мира ну давай что там надо написать до какого хода мир типа сам до восемьдесят седьмого хода так так обработано обработано свет дашь ребятам вернуться домой одна ждешь два хода пошли к тому городу уже в смысле два хода где ты хочешь пробежать же ну да сейчас достроит я уйду отсюда чтобы по горам не бегать туда-сюда и пошли в компас отлично ну я еще больше этих торговых путей хочу блин как бы мне полечиться этой триремой все чудеса какие были доступны построил да большая стена еще можно но не сейчас пока есть что строить вот кстати кстати торговый корабль я могу купить вообще да не 360 360 дороговато а в кому говорю нечего смотреть дальше пойдешь войну ты хочешь справа теру посмотреть сходи может еще раз хочешь сходить территорию посмотреть справа да давай ты мне займешь 70 монет я тебе отдам 80 мая просчеты посмотришь это обычно плохо закачивался помню ты помнишь я лучше посижу ух нет в смысле я тебе даже больше верну да я помню ты раскалом купаешь всякие когда сиделаешь раз не я уже все что хотел забрали лагерь не я пожалуй посижу тут подумаю вечно у себя там еще и лучники через стокгольм тоже пройдут там ладно ну а там снизу чьи моим моим я ребята возвращаются домой после долгих странствий блин где мне как бы мне убьют наверное это к сожалению не смогу я вернуться ну да вполне можно планировать нападение на сиан почему нет с развитием все зашибись сейчас еще два города поставим интересно где эфиопия так насколько я же построил да давайте амбар давайте библиотеку рост вот так вот все вилон зашли такая граница странная еще а это только ленивый еще не отметил в этой игре а я с той стороны не ходил с этой я снизу проходил что там взяли я просто то что это все дили даются 5 садов садов у него соль две штуки в столице есть не он поставил сюда ради того чтобы забрать сейчас не появится галера никакая то я успею пробежать официальная версия прошу прощения соли меня есть апельсинки еще слышите у него все есть просто перед как в греции прям все есть поля панама я еще вчерашние группы вспомнил полностью оправдан я считаю если там поля вчерашний грех поля скобочка поля пустыня река пустыня дорога болота луга серебро требует вот эти раз-два-три рабочего пожалуйста даже чем не нужно серебро забавная озеро ни у кого нет серебра серебро флоренции есть у тюриха у катманду во катманду 1 соглашусь так что катманду хочет о война швеции эфиопии нет он походит требует дань из брюсселя соглашусь особо и все смотришь слава пипец лечка все жалко что ли жалко с тобой мышь заключить тебя откинет куда хуй с ним извиняюсь да все объединились ну города я поставил теперь время развития господин швед как к продлению мира относятся через один ход не знаю а мне кто-нибудь напомнит о мрамор на чудеса до какой эпохи влияет по моему всегда нет у меня что-то в памяти что он так же как пантеон работает который 15% но это не точно не всегда не всегда он на определенный ну смотри слав давай я думал что не вот это уже война будет ну ты потеряешь кучник ну а смысл у меня тут запертый продай его господин надо возвращаться просто выпусти меня в чем проблема ну ты должен это я тебе говорил не ходи не ходи по чему все я посмотрел я довольна пошел это я в безлучник понимаешь сейчас подойди там видишь лучник еще один схвалит ну идем в эти голиасы все войска вывести будем уже не нужны там фрегаты вот это вот все сносим сиан на границе это единственный вопрос куда будет ближе плыть в ту сторону или в эту хочу бэгэшку захватить милитарис запис по региус растет может здесь давай продлевать маячок так как то надо и не нападать и контролировать этого варвара так и по региус отправлю обычно все в столицу до направляешь чтобы она офигительно росла нами надо эти два города от есть так вот этот бегал бутику по моему да этот бутику отправим так а здесь мы можем и сами нехило кормиться кормиться я тут все мне кстати в удобрение по этому поводу надо выйти потому что у меня тут нету ферм на реках вообще только одна река на которой даже город не поставил в принципе на карте у меня одна река только так это мне не нравится этот варвар здесь надо забрать у полет 110 монет принять сейчас вырастет город будет дешевле стоить клетки я сюда просто веду чтобы засвечивать хочу да у меня одного не ходит у меня глики тоже у меня не ходит но не знаю у меня со всеми у меня свежий высокий пинк, а он с самого начала игры высокий был, а с остальными вообще врагами 20 ну чё делаем? можно просто подложить таймеры? говорят помогает shift сейчас попытаюсь перезайти блин я не хочу я хочу сейчас принять exploration поэтому я подожду открытие теологии ну мне надо вот морская инфраструктура для всех моих городов откатывать ход будем? на этом пока все продолжение партии за карфаген сидмейр civilization 5 для подписчиков запланировано на завтра ну а спонсоры могут уже прямо сейчас посмотреть во вкладке сообщества спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и что